Всем доброго времени суток! Вы на канале в гостях у Натки Рукоделки. И сегодня у нас обзор торговой марки ВДВ. Набит для вышивания бисером декоративная подушка. Вот такая подушка должна получиться. Я видела ее уже вышитую, очень красивая. Это артикул ТН 0678. Размер 40 на 40 см. Вот такая подушка должна быть в итоге. Очень и очень красивая. Пайетки, бусинки. Давайте посмотрим, из чего состоит наборчик. Открываем. Тут у нас пломба. Видите, есть на каждой наборчике от торговой марки ВДВ. Есть вот такая как бы пломбочка. Если вы единожды открываете, вскрываете наборчик, то она обрывается и все. Уже второй раз ее не заклеишь. Поэтому, когда покупаете наборчики, смотрите, чтобы пломба была не сорвана. Если для вас, конечно же, принципиально то, чтобы там внутри никто не копошился в вашем наборе, скажем так. Итак, идет на скотче сама ткань. Тут у нас иголочка идет. Вот она. Есть эта задняя часть подушки подписана. Она тоже с нанесенным рисунком. Такая красивая, да, действительно будет работа у Ярославы. Так, и это лицевая часть, по которой непосредственно мы и будем пришивать все наши красивости. Да, то есть, тут тоже дизайнерская идет ткань с нанесенным рисунком. Вот. И также на ней написано артикул, название. Тут вот у нас ключ идет сбоку. Сим кольори. Флизелин у нас идет в наборчике. То есть, к этой части, на которой мы будем пришивать, так. Мы с задней стороны берем утюжок горяченький. Ну, не такой прям там горячущий, а горяченький. Да. И проглаживаем. Вот так вот мы переворачиваем, прикладываем флизелинчик. Да. Вот так, чтобы попало на те места, где именно будет пришиваться. И проглаживаем. Флизелинчик приклеится у нас к этой части. И тогда мы можем уже вышивать. Так, приклеилась скотчик. Так, это мы отложим. Так. Вот так, в принципе, все заготовки, то, что вышивается бисером, пайетками, везде должен быть флизелин. Некоторых производителей они сразу подклеивают флизелин. А некоторые производители вот так вот отдельно его дают и нужно самим подклеить. Потом, когда уже вышито, да, можно его немножко пообдирать. Я так говорю, этот флизелин. Но, так как это подушечка, я не вижу такой необходимости. Подушечка сошьется и задняя сторона, в принципе, не будет видно. Итак, идет у нас также в наборчике вот такая змейка. Под цвет нашей будущей подушечки. То есть, чтобы она не сильно была заметна. И здесь также в наборе много разных, посмотрите, красивостей. Я так вот через наборчик посмотрела. Прям очень-очень тут разные. Давайте более подробно рассмотрим, что же у нас здесь идет. Семь различных видов. Написано пакувальник номер одиннадцать, который упаковал этот наборчик. Итак, это бисерные нити. Две вот такие бобинки. Так, пайетки вот такие. Вот такие. Возможно, как-то по-другому они называются, но я их называю пайетками. И вот такие. То есть, беленький, серебристый и такой рыженький. Золотисто-рыжий цвет. Извините. Так. И также на них, видите, написано на всех номера согласно ключу. Так. Потом вот такие вот. Вот такой. Ну, это бисером не назовешь. Наверное, больше бусинки такие, да, длинненькие. Или, может быть, бисер. И вот такой бисер. Такой прозрачный. И вот этот такой более серебристый. Ну, как бусинки, не знаю. Они такие, они не прямые, они рифленые, очень красивые. Вот такие вот. И вот это бусики такие. Видите, они в золотые серединки. Очень красивые. Даже достану, чтобы вы посмотрели. Они матовые. Ой. Куда ты покатилась? Так. Смотрите, какая красота. Вообще. Очень красивые здесь. Ну, не передает блеска еще вот камеры, да, настолько, насколько они блестят. И настолько они красивые. Все мы понаходили. Так. И... И, в принципе, это и есть тут инструкция еще у нас. Так. Вот инструкция. Также вот ключи еще идет. Это техника в прикреп называется. Тут это все в две ниточки советуют вышивать. То есть, это все расписано. Это тоже инструкция по тому, как приклеить флизелин. Это инструкция, как вышивать именно камушки, бисер и тому прочее. Вот шов прикреп. Вот. Вот, в принципе, и весь наборчик. Но настолько здесь интересные материалы. И настолько интересная получается в итоге вот эта подушечка. Очень красивая. Надеюсь, наше видео сегодня было вам полезным. Кто-то что-то для себя полезное узнал, увидел. Вообще интересно заглядывать внутрь наборчиков. Всегда находишь для себя что-то. Какие-то интересные детали, да, о которых даже и не подозревал, что они, в принципе, тут есть. И хорошего всем настроения. Шустрые иголочки, ровных крестиков и послужных бисеринок. Пока-пока.